Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 1 апреля я сегодня уже делала небольшой репортаж из этой теплицы, но сейчас я хочу рассказать подробно по сортам, потому что многие зрители спрашивают, какие сорта можно высаживать в теплицу, какие нет. Я вот говорила, что высаживать можно все, любые, но какие-то при ранней высадке хорошо себя чувствуют, потому что они холодоустойчивые, они даже есть некоторые морозостойкие, вот как ринет, сейчас я вам его покажу, а какие-то в таких условиях, ну они как, не очень им комфортно, начну все по порядку. Вот сейчас, пока я поливала, пока я рассортировала по сортам, как я и сегодня буду высаживать, температура очень быстро поднялась с 13 до 30, вот сейчас 30, опять придется работать в самую жару, буду форточку открывать. И, конечно, сейчас я как только вам покажу, я сразу буду не тканку накидывать, потому что такую жару не выносят баклажаны, вот яркий солнечный свет, не выносят плохо перцем на такой жаре, вот я вчера высадила перцы, они чувствуют себя сейчас хорошо, но выше 30 уже им будет плохо. Мы сейчас придем в самое начало, быстренько, чтобы время не теряло, прям бегом. И я вам покажу те, которые рванули вперед всех, и которые чувствуют себя очень хорошо. Тут немножко плохо видно, но тут это, я сейчас уберу пленку, накрою, им будет нормально. Я говорила, что первый ряд у меня, вот как раз те самые толстоногие, холодостойкие, сибирские сорта, и они переносят все хорошо пересадку, вон они, видите, их там плохо видно, правда, сейчас вот так как-нибудь, вот. Но лучше всего, и его даже видно, он отличается от других, конечно, выносит такую температуру прохладненькую, это ренет. Сейчас как-нибудь приблизимся к нему. Вот смотрите, прошло три дня. Вот стоят рядом стаканчики, вот светло, вот светло-зелененькие, это которые не высажены, а вот эти темные, изумрудные, это те, которые я высадила в грунт. Вот, посмотрите, как он рванул, у него листья стали изумрудно-зеленые такие прям, они гофрированные, они мясистые, и поэтому я вот эти сорта высаживаю прям рядом-рядом, ну, к стеночке, даже во время похолоданий, он в утренец считается морозоустойчивым, я уже говорила, у него даже если будет так холодно, что подмёрзнут чуть листики, он весь обрастает, и без ущерба для здоровья, без каких-то негативных последствий по урожайности, по дальнейшему росту, он дальше продолжает расти. Смотрите, видно, что он тут в своей стихии, ему очень понравилось, и он сильно выделяется, и по сравнению с другими, вот эти еще низенькие, а он уже вот такой высоты, потом пройдем дальше. Буян желтый и буян красный не сильно увеличились, также стоит, как высадила, не изменился ни цвет лица, хлиста, ни размер. Вот кемеровый, вот еще какой-то, мы сейчас идем до Демидова. Демидов, он хотя не считается морозоустойчивым, он заявлен как холодостойкий, он тоже сильно хорошо себя расчувствовался здесь. Смотрите, какие у него зеленые листья тоже. Вот у меня Демидов, и вот это вот Демидов. Тут, конечно, по казу мешают те стаканы, которые остались лишние, про которые я не знаю, что с ними делать, я их сейчас в другую теплицу потом унесу, но пока они у меня стоят на запасе, мало ли, вдруг что-то вдруг пригодятся. Очень хорошо рванул Демидов. У него, вот я же наблюдаю каждый день, явно увеличились листья, они стали такого, как он не изумрудно-зеленый, как и нет, а он наоборот, ближе к салатовому цвету, но все равно такие листья прям ярко-ярко-зеленые, и видно, что ему очень хорошо. Дальше, тут без изменения малиновая ли она все, и еще, на мое удивление, очень рванул чудо-лентяя, который тоже заявлен был как штамбовый, такой низкорослый, что он должен быть небольшой. Он вырос очень в высоту. У него, видите, вот эти вот, которые... Сейчас, подождите, попаду в камере. Вот, в центре такие, как бы, листики салатового цвета молодые. Это уже вылезли за эти три дня. У него началось массовое образование новых листьев. Он начал в высоту переть сильно. И он тоже. Кажется, что ему здесь нравится. Хотя ночью здесь, ну, прохладненько, я же вам показываю каждый день. Никаких сдвигов я не увидела у Дон Джуана. Его даже надо под лупу рассматривать. Смотрите, если смотреть общий обзор, посмотрите, какое чудо-лентяя, и какой Дон Джуан. Его надо через увеличительное стекло. Все. Вот эти томаты, которые толстоногие, вот которые холодостойкие, действительно, они вот при такой ранней высадке, вот в ранний весенний период, они незаменимы. Хотя некоторые жалеют места в теплице. Вроде бы будем высаживать только индетерминатные, только высокорослые. Но вот смотрите, индетерминатные, они, конечно, они у меня тоже растут. Им все хорошо. Но любое, вот эти, которые тонколистые, любое изменение температуры, вот сейчас жарко, у них прям как тряпки листья вот так падают. Вы попробуйте, создайте условия, чтобы упали листья уринета. Таких условий нет. Он не падает ни в холод, он не падает ни в жару. Такие томаты, конечно, они сложнее, как сказать, переносят вот эту всю высадку. И эти колебания температуры, вот они. Они, конечно, растут тоже. Их видно, что они взбодрились. Я их когда высадила, они покачивались. То ли стоять, то ли лежать думали. Но все-таки стоят. И для чего я это показываю? Конечно, если вы начинаете только вот свою, эту огородную историю, и если вы хотите рано высаживать для получения раннего рожая, ой, подождите, как сейчас, то все-таки выбор сорта, это очень важный такой фактор, аспект, на который мы должны обращать внимание. При высадке вот таких простеньких никаких проблем нет. Они легче переносят жару. Они хуже подмерзают. После подмерзания отрастают. Но у них, естественно, меньше урожайность. И по вкусовым качествам они проигрывают вот этим нашим индотерминатным. А при высадке индотерминатных, вы должны знать, что они и чаще болеют, дольше. Ну, в смысле, после высадки. Если, например, я вам сейчас покажу. Вот пример. Высадила я вчера сладка. Вот эти все показывала, я высаживала со стаканчиков. А вот вам индотерминатные томаты, высаженные сладка. Я сейчас тоже буду все это закрывать. Высаженные сладка, они вообще очень долго болеют. Ясно, что им такая жара. Даже я сейчас прикрыв пленочкой все, я их никак не смогу создать им такие условия, чтобы они безболезненно пересадку перенесли. И вот это все мы должны учитывать. Если вам нужен ранний урожай без проблем, можете один рядок вот таких вот штамповых посадить. Это точно уже. Это у вас будет стабильность. Обязательно они у вас выживут. Обязательно они дадут урожай. Конечно, в каждой теплице мы для этого их и держим. Должны быть и высокорослые, и индотерминатные. Но с ранней высадкой таких сортов томатов нужно все-таки быть осторожным. Они не переносят... Вот в прошлом году я показывала видео, и называется «Не все сибирские томаты выносливы». Я показывала именно о ботяне. При малейшем похолодании, при понижении у него у первого... Вот сейчас подойду к ботяне. Он вроде бы сибирский сорт, но у него характеристики этого самого растения и куста такие же, как все тепличные томаты. При первом же понижении температуры они держали... Ну, стояли у меня все одним табором. Какие-то сорта безболезненно ночь пережили. А у ботяне... Вот листики у него нежненькие, тоненькие. Листики подмерзли и почернели. И он долго-долго... Ну, короче, акклиматизировался очень долго. Поэтому, прослушав это видео, начинающий огородник должен крепко подумать, стоит ли высаживать вот такие вот сорта нежные на ранних сроках. И как должны плановые составить, как вы будете высаживать, возможно, в несколько периодов. Вот эти пораньше, эти потом. Короче, это тема для размышления. Я вот вам показала, какие сорта... Ну, очень хорошо им в холодной, в ранней теплице. Вот ринет, я вообще восхищаюсь уже много лет. Ой, вот он. Увеличивает зумом, не умею пользоваться камерой. Хочется приблизиться, начинает мотаться. Извиняюсь. Так, сейчас мы вернемся. Вот этот вот. Восхищаюсь им много лет. Для ранних высадок идеальный сорт.